Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. В министерстве по налогам и сборам рассказали, как будут возвращать сбор на финансирование государственных расходов. Скоро в стране вступает в силу указа о господдержке граждан при строительстве жилых помещений. О правилах выдачи строительных субсидий интервью с экспертом. Правительство планирует данную работу начать в этом году. 20 июля фонд Гомель обл. имущества проведет очередной аукцион. На торги выставят пять объектов в Гомеле. А теперь обо всем подробнее. Министерство по налогам и сборам пояснили, как будут возвращать сбор на финансирование государственных расходов. Граждане, уплатившие его за 2015 и 2016 годы, имеют право на возврат уплаченного сбора, если. В текущем году они участвовали в финансировании госрасходов, если достигли общеустановленного пенсионного возраста, если признаны недееспособными или инвалидами, независимо от группы, причины, даты наступления и срока инвалидности. Сбор будет возвращен на основании заявления. Оно может быть подано лично или представителям заинтересованного лица при наличии доверенности. Деньги вернут одним из двух способов, указанных в заявлении – на счет в Белорусском банке или наличными. Срок административной процедуры – один месяц со дня подачи заявления. Если гражданин желает какие-то документы предоставить самостоятельно, он вправе их предоставить. Если налоговой инспекции необходимо получить какую-то информацию от организации, на которую будет гражданин ссылаться и в своем заявлении показывать, что он работал в 2017 году, даже если он работал один, два, три дня, срок не оговорен, написано, что он принимал участие в финансировании государственных расходов, налоговая инспекция делает самостоятельные запросы. К другим новостям. Белорусские банки выделили на адресное субсидирование жилья 135 миллионов рублей. Как известно, скоро в стране вступает в силу указ номер 240 о господдержке граждан при строительстве жилых помещений. Согласно документу, льготники, о которых речь идет в 13 указе президента, получат возможность взять у государства субсидию. Деньги выделили белорусские банки, Беларусьбанк и Белогоропромбанк. Итак, еще раз о принципе работы адресного субсидирования. Когда приближается очередь льготника на жилье, ему приходит оповещение. И если он согласен участвовать в программе, пишет заявление и заключает договоры кредитования. Период кредитования не более 20 лет. Дальше гражданин берет кредит в банке под коммерческий процент. А исполком уже определяет размер субсидии в зависимости от ставки и рефинансирования. Сейчас формируется перечень объектов, которые будут финансироваться с привлечением адресных субсидий. Речь о коммерческих застройщиках пока не идет. Подробнее об указе я поговорила с начальником управления жилищной политики Комитета по строительству и архитектуре Гомельского облсполкома Едвигой Блатун. Едвига Викторовна, расскажите, пожалуйста, в чем принципиальное отличие подписанного недавно указа номер 240 от указа номер 13? Указ номер 13 предполагает выделение льготных кредитов гражданам на строительство, реконструкцию и покупку жилых помещений. Что касается указа номер 240, то это немножко другой указ. Он настроен на государственную поддержку конкретно граждан на погашение тех кредитов, которые будут выделять банки на строительство жилых помещений. В настоящее время, кроме указа, еще подготовлен проект постановления Совета Министров, где более подробно будут оговорены подходы, утверждено положение, как будет работать данный указ. Но при первом подходе можно оговорить, как он примерно будет работать. Изначально, согласно выделенных средств, будет определено, сколько жилых домов по данным субсидиям будет строиться, например, в Голинской области, в зависимости от тех граждан категории, которые будут иметь на это право, состоящих на учете нуждающихся. Это обычно решается на уровне начала года, когда программа финансирования начинает планироваться. И тогда мы будем знать, где в каких районных центрах, или в городе Гомеле, или в других городах будет строиться данное жилье. В связи с этим, следующий этап – районные исполнительные комитеты. В тех районных центрах, где будет строиться жилье, будут приглашать граждан, состоящих на учете, и предлагать данную господдержку для строительства квартир. Как раз это льготные категории граждан будут, как я понимаю, это будут те же многодетные семьи, о которых мы говорим, это будут семьи, воспитывающие детей инвалидов, это семьи, которые сегодня живут в ветхом жилье, это внесли сейчас категорию воинов-интернационалистов, они у нас не были сегодня в этой категории, и другие, кто живет в социальном жилье, и, например, у них закончился срок проживания, значит, они будут иметь право на внеочередное получение государственной поддержки субсидий. Идвига Викторовна указ предусматривает, что со временем все коммерческие банки будут участвовать в таком кредитовании. Правительство планирует данную работу начать в этом году на частично выделенные средства, это где-то 135 миллионов рублей, то в этом году только будут задействованы два банка. Что касается следующих лет, будут вовлекать в эту работу, скажем, все банки, которые у нас в Республике Беларусь могут финансировать социальные программы. Теперь кредиты нужно будет погашать многодетным, допустим, семьям, ну и другим нуждающимся в улучшении жилищных условий не в течение 20-40 лет, как было ранее, а в течение 20-ти. Не ляжет ли эта финансовая нагрузка, ну, бременем на бюджет семьи? Ну, наверное, основное, что я еще скажу, чтобы знали зрители, что кроме процентов на погашение льготных кредитов, части процентов, будет погашаться основной долг для ряда категорий. Это основная категория, это многодетные семьи, и вместо 75%, где в семье было трое детей, сейчас будет погашаться 95%. Что касается, значит, других категорий, значит, при рождении первого ребенка 10%, при рождении второго ребенка для молодых семей 20%, и если сирота будет пользоваться, ребенок сирота таким условием, то основной долг 35% снимается, государство будет оплачивать, и плюс те проценты, о которых мы говорили. Но, да, на самом деле, в 13-м указе у нас оговорено, что дети-сироты и многодетные семьи имеют право кредит получать на 40 лет под 1%. В настоящее время все ограничены 20 годами. Что касается многодетных семей, практически все погашается государством, то они это на себе не очень почувствуют финансово. Что касается других категорий граждан, то, ну, конечно, какая-то чуть будет нагрузка больше. К другим новостям. Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении поправки в закон о защите прав потребителей. Как пояснил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, к примеру, вносятся изменения по режиму работы торговых объектов. Он отметил, что не нужно будет согласовывать с исполкомом режим работы. Устанавливать его можно будет самостоятельно, но только с обязательным информированием потребителя о режиме и обязательным его соблюдением. Кроме того, покупателю предоставляется право выбрать форму оплаты товара безналичным либо наличным путем. При этом возврат денег за некачественные товары, либо за товары, которые потребитель просто решил возвратить, может также быть осуществлен наличным либо безналичным путем. Также законопроектом уточняется полномочия местных исполнительных органов. К примеру, в исполкомах будет определено должностное лицо, которое будет осуществлять координационные функции по защите прав потребителей на местном уровне. И последняя новость этого выпуска. 20 июля фонд Гомель облымущества проведет очередной аукцион. На торги выставят пять гомельских объектов для последующего размещения в них парикмахерских, фотосалонов, административных организаций и так далее. Широкий спектр назначений за исключением производственного, так как все объекты находятся в зоне жилой застройки. Три лота – капитальные строения. Они находятся на Старочерниговской улице, втором переулке Островского и Найкирово. Еще два – изолированные. Они расположены на Кожара и Свиридова. Что касается цены, то на все объекты она снижена на 20%. Самый дешевый находится на Кожара, стоит около 13,5 тысяч. Самый дорогой – на втором переулке Островского. Цена – более 100 тысяч. Последний день для подачи заявления на участие – 18 июля. Подробную информацию можно получить по номерам телефона в Гомеле 703-849 или 703-643. На этом у меня все. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова